Дарья Борисова Цифровое телевидение – это отличное изображение, устойчивость сигнала к помехам, возможность пользоваться дополнительными услугами. Уже три года жители Люберецкого округа имеют возможность смотреть ТВ-передачи в HD-качестве. Цифровой сигнал пришел на территорию округа в 2015 году. Охват цифровым вещанием нашего городского округа уже осуществляется в стопроцентном режиме. Если раньше у люберчан была альтернатива смотреть аналоговое ТВ или цифру, то с 2019 года выбора больше не будет. Либо цифровое телевидение, либо совсем без телевидения. Однажды, нажав кнопку пульта, телезрители могут удивиться, увидев на экране рябь вместо любимой программы. У цифрового сигнала есть единственный минус. Напрямую с Останкинской телебашни его могут принять не все телевизоры. Те, что старше пяти лет, как правило, не обладают необходимым для этого функционалом. Впрочем, это еще не повод отправлять на покой старенький телевизор. Можно дополнительно приобрести цифровую приставку, ее подключить к телевизору, либо к ТВ-приставке, либо она отдельно может быть как ТВ-приставка, и с помощью нее получать напрямую телесигнал с Останкинской телебашни. Я подчеркиваю, меняется только для тех, кто хочет напрямую получать сигнал с Останкинской телебашни. Если абонент подключен к оператору кабельной сети, к оператору связи, то ничего для него не меняется. Не нужно ни покупать приставки, ни менять телевизор. А вот абонентам операторов связи ЛРТ и антенны вообще не стоит торопиться в магазин. Эти компании заранее подготовились к телевизионной революции. Даже после полного перехода на цифровое вещание их абоненты будут продолжать видеть 44 канала в аналоге и 77 в цифре без дополнительных устройств. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.